Здарова народ! В этом видео я хочу рассказать вам о том, как в высоконагруженных сервисах на Go парсят и генерят JSON. Представьте ситуацию, когда у вас есть рекламный сервер, который обрабатывает десятки тысяч запросов в секунду. На каждый запрос он должен что-то подобрать и ответить в формате JSON. И сделать он это должен максимально быстро. И давайте прежде всего взглянем на скорость и ресурс жручесть стандартной реализации маршлинга JSON Go. Для этого создаем новый проект. И давайте напишем структурку, которую мы и будем сериализовать в нашем бенчмарке. В ней у нас будет title, сообщение рекламное, адрес, на который мы редиректим, иконка, картинка, ID реквеста и какой-то набор пикселей, по которому мы будем трекать пользователя. И ответ из нескольких таких бедов мы будем помещать в наш респонс, который может возвращать несколько бедов. Структурки мы описали, теперь давайте напишем простенький бенчмарк. В нем сразу определим данные, которые мы будем сериализовать. А в функции init мы заполним это какой-нибудь информацией. Данные готовы, теперь нам осталось написать сам бенчмарк. В этом бенчмарке мы просто в каждой итерации маршалим нашу структуру, и при этом сделали дополнительную переменную size для того, чтобы хранить размер этой структуры. В итоге мы увидим пропускную способность этого бенчмарка. Теперь просто запускаем бенчмарк. И у нас получилась скорость примерно в 3 микросекунды на каждую операцию. И хотя и кажется, что это довольно быстро, на самом деле это не так. Потому что рекламному серверу нужно еще подобрать кампании, провести между ними аукцион, записать статистику, и неплохо было бы все это еще сдобрить метриками. И вот теперь мы попробуем использовать библиотеку easy.json. Первым делом нам нужно ее, конечно же, установить, поэтому мы просто открываем репозиторий этой библиотеки, копируем команду на установке и ставим. Библиотека добавлена, и теперь нам нужно сообщить ей, для каких структур генерировать код. Для этого мы добавляем директиву easy.json.json. И теперь она понимает, что все, что у нас находится внутри, type, и будет попадать в сгенерированный код. Но это еще не совсем все, нам теперь нужно непосредственно сгенерировать этот код. Для этого в терминале запустим команду easy.json, передадим в качестве аргумента опцию no.std.marshalers, чтобы она не переопределяла функции marshal, и передадим название файла. Код сгенерирован. Кстати, мы могли сделать это еще проще. Мы можем переместить эту команду в самый верх файла, и перед этим разместить директиву go.generate. И теперь, если мы запустим команду go.generate, она запустит команду, которую мы здесь добавили. Сгенерированный код у нас добавился, теперь давайте добавим бенчмарк, который будет использовать easy.json. И на самом деле менять придется очень много что. Нам придется аж скопировать эту функцию, вставить, поменять имя, и заменить пакет json на easy.json. Просто невероятное количество изменений. И теперь мы готовы к тому, чтобы запустить одновременно оба наших бенчмарка. Запускаем. И вуаля, вы видите, что easy.json действительно быстрее. И казалось бы, разница не очень большая. Однако, если я увеличу размер json, увеличив количество элементов в массиве, вы заметите намного большую разницу. И давайте поставим, например, 50. Запустим. А вот здесь уже совсем другое дело. Здесь мы успеем не только записать метрики, вернуть ответ в формате json, записать статистику, но и сможем сбегать в МакДак за чизбургером. Но, казалось бы, она не слишком большая. А все потому, что наш пример был довольно простой. То есть у нас обычный объект, там нет никаких указателей, но если они есть в ваших структурах, то вы можете ожидать еще больший прирост в скорости. И почему же такая большая разница в этих двух подходах? Для начала давайте поговорим про стандартный маршлинг. Дело в том, что он понятия не имеет, какие json вы будете ему подсовывать, какие структуры будете использовать. И он разбирает это прямо в рантайме через рефлексию. Ну, хотя и кэширует это. Это хороший подход, когда вы не знаете заранее структуру json. Однако, когда вы точно знаете, с какими данными будете работать, гораздо лучше воспользоваться подходом с кодогенерацией. Это когда для каждой структурки создается свой специфический парсер и код для сериализации. Именно так и работает EasyJson. В этом случае вы не тратите время на рефлексию и сразу знаете, что делать. И именно поэтому происходит такой прирост производительности. Но да, минус в том, что каждый раз, когда у вас меняется структура, вам нужно пересоздавать этот код, перегенерировать его. Если мы откроем файл, который сгенерировал EasyJson, то мы как раз и увидим, что он просто заполняет каждое поле в наш выходной буфер. Прям вот посимвольно. То есть, ну, никакой магии. И на самом деле, подобных библиотек очень много. Существует, например, популярная библиотека FFJSON или Kodak. И если вы хотите, чтобы я сравнил их в разных условиях, то обязательно пишите это в комментариях. А еще, если вас заинтересовала рекламная сфера в техническом аспекте, то я могу поделиться с вами кучей интересной информации. Поэтому обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, колокольчики. Не забывайте подписываться на канал, чтобы я понимал то, что вам интересно. Огромнейшей вам всем удачи! Спасибо, что смотрели и пока!